Прошло два года с момента аннексии России Крыма. Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки, как и прежде, настаивают на продлении санкций против России, надеясь, что эти меры заставят Кремль сменить свою политику. Но существует мнение, что американские и европейские санкции не приносят желаемого результата. Об этом пишет журналист и писатель Даг Бендул в своей статье «Вторая годовщина аннексии Крыма. Пришло время отменить санкции против Москвы». Опубликована статья 23 марта в американском журнале Forbes. Кроме того, автор считает, что число европейских стран, которые могут выступить против продления санкций против России, увеличивается. Санкции против России разделили Европу. Многие европейцы осознали, что действия России в Украине были направлены исключительно против Украины, а не против Европы. Европейцы не понимают, почему они должны терпеть убытки во время экономического кризиса ради того, чтобы наказать Путина. Журналист Мэтью Шафф в статье «Чтобы вернуть Крым, Украина должна помнить о его жителях», опубликованной 22 марта в американском издании Foreign Policy, пишет, что Украина не должна ждать усиления санкций, а должна действовать самостоятельно для возвращения Крыма. По мнению автора, украинское правительство может предпринять вполне конкретные шаги для продержания связей с Крымом. Во-первых, отменить так называемую торговую блокаду полуострова. При этом можно продолжить запрет на поставки оружия, взрывчатых веществ, средств, видеонаблюдения и подобных товаров. Украина не должна допускать поставку в Крым товаров, позволяющих оккупационным властям усиливать свой контроль над полуостровом. Но ей следует поставлять необходимые людям продукты питания и товары первой необходимости. Это никак нельзя считать пособничеством оккупантам. И Матюшав также пишет, что Киев жестко контролирует потоки людей в Крым, из-за чего внешнему миру очень тяжело получать информацию о нарушениях прав человека и подобных событиях на полуострове. Журналист ссылается на рекомендации различных правозащитных организаций, которые просят упростить процесс получения разрешений на поездку в Крым. Эти реформы обеспечат свободное перемещение журналистам, правозащитникам и другим людям, которые едут в Крым для встреч с местными жителями и подготовки репортажей об их жизни. Благодаря этому России будет труднее блокировать информацию о происходящем в Крыму. Подводя итоги, Матюшав утверждает, что украинское правительство пока не разработало стратегию, конкретную стратегию по возврату Крыма. Нет механизмов защиты украинцев, которые остались в Крыму. Культурные связи нарушены, а блокада еще больше настраивает жителей Крыма против Украины.